Встреча с депутатами 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 Ну и нынешние результаты вполне могут быть скорректированы в ту сторону, которая сегодня нужна властью. Мы знаем, как выстраивается схема возможных результатов. Мы видим о том, что две трети эфирного времени у нас имеет один кандидат, номер один, как его называют, господин Путин, а все остальные все оставшееся время. Мы видим, что некие соцопросы, якобы объективно проведенные, дают уже все возрастающие росты процентов и уже там и 58 называют. То есть вот та формула, которую власть заявляет о том, что выборы должны быть быстрыми, имея в виду, что в первом туре и все, и обязательно второго не должно быть. Но, говорит власть, но честными. Это заявляется с уровня всех, в том числе и президента, и кандидатов в президенты, и премьеры нынешних. Но поскольку мы знаем по нашим социологическим опросам о том, что это реально невозможно, поэтому мы и видим, как выстраивается работа власти. А если бы были честными, если бы не было этих 12, мы бы сделали то, что с вами хотели. А что мы хотим сделать? Мы хотим только сделать лучше нашему народу. Чтобы не было двух миллионов неграмотных детей. Чтобы старики были ухожены. Ну что я буду рассказывать вам, когда вы все это знаете? Мы не хотим ничего, мы не хотим ломать страну, боже упаси. Мы патриоты, мы любим ей. Я хотел бы, чтобы я услышал везде. А, куда они зашли? Жаль, милиционеры. Нет, нет, есть. Еще есть слушатели. Вон и есть. Мы не собираемся сделать ничего, что противоречило бы Конституции и противоречило бы законам нашего государства. Мы хотим только одного. Честных, откровенных выборов. Спрашивайте. Зачем тратить безумное количество денег на все эти телевизионные камеры, установленные по всей стране? Вместо того, чтобы три человека от трех опционных партий сидели бы рядом с ними. Все. Больше ничего не нужно. И все будет хорошо. Ну ладно. Еще с этими камерами. Мы их выключим, потому что нельзя, чтобы... Понятно, да, их выключат до 9 часов в Калининграде, потому что нельзя, чтобы видели. Да, действительно нельзя. А что? Подождать нельзя считать во Владивостоке. Наши будут представители стоять, никто не тронет эти урны, и потом вся страна увидит, как считают все эти... И так не додуматься трудно. Но почему-то не додумываются. Почему? Почему мы собрались здесь сейчас? Именно потому, что и предупредить вас, не надо ничего делать. Не нужно фальсифицировать выборы. Больше ничего мы не хотим. Правильно? Да. Правильно, товарищ сержант. Вот так вот. Вот что мы хотим.